Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 22.03.2020. Началось новолетие, ночь пошла на убыль. Свет увеличивается буквально. Число 22 не случайно. В этом небольшом фильме я раскрою один секрет Путина. Можете забросать меня свежими узбекскими помидорами по 320 рублей за кило, но я считаю его великим магистром. Я начинаю доказывать с маленького предисловия. Весь мир стоит на ушах по поводу короны и вируса. Кстати, почему опять в слове «вирус» есть «рус»? Наверное, это слово возникло из вопроса на немецком «вирус» прозвучит как «вирюс», то есть «рус» для иностранцев – это вирус с короной. Появился «рус» с большой буквой «вирус» и грянул мировой кризис. Но речь не об этом. Одномоментно у нас президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил, что на 22 апреля назначен плебисцит. Слово «плебисцит» резануло по ушам. Я не знаю, как вам, но мне точно резануло. Что это? Какой-то троллинг, я посчитала. Троллинг темнейшего. Зачем так палиться? Плебисцит – это прямое указание к римскому праву. И пока всякие нодовцы и другие патриоты, патриот, кстати, тоже из римского права, от патриции производная, били себя кулаками в грудь и кричали, что поправки нужны за суверенитет и да-да-да и бла-бла-бла. Об этих поправках я сделаю отдельное видео по просьбе моих зрителей в соцсетях. Так вот, пока все патриоты от слова «патриция» бьются в соцсетях не на шутку, типа «за суверенитет», как оппозиция против «за поправки», против поправок «за поправки», то есть кипиш виден невооруженным глазом. Наблюдаем. Темнейший кино, как кость, нерусское слово «плебисцит», кучу поправок к несуществующей, неподписанной конституции виртуального государства РФ. Другая кость – это дурацкие сами по себе поправки, где 5% вроде как можно считать относительно приемлемыми и социальными, остальные просто цирк какой-то. И главной кости – это то, что Путин обнуляет свои сроки президентства. Дано это действие было Терешковой, ее кинули на амбразуру, не жалко. Дума приняла пакет поправок единогласно. И НЭД взорвался. Оппозиция взвыла, что Путин хочет навечно царствовать по поводу этого. А что этой оппозиции, кого я под этим подразумеваю, это те, кто ходит за зарплатой в консульство США, то что это вообще цирк с конями оппозиции не видит? У них красная тряпка на глазах – это бессменность Путина, а они сами хотели повластвовать? Так здесь все ясно. И вот перехожу к главному моему постулату этого видео. Путин – джокер, главный магистр и мистификатор. А теперь пристегнитесь и внимание. Обнулил – значит сроки президентства. Начнет с чистого листа. А что ж такое? У нас Госдума и Пенсионный фонд России. И, кстати, коммерческая организация ПФР, а значит девиз извлечения прибыли, давно обнулила всем работникам трудовой стаж и платит лишь страховую пенсию и дотации, чтобы совсем не подохли. Прошу за грубое слово. И ничего, так оппозиция молчит. Ведь это их не касается, им власть нужна. Так вот, Путин обнулил сроки президентства. В чем фишка? Это ноль-ноль, два срока, два срока. Ноль плюс ноль равно ноль. Оппозиция, что на зарплате в консульстве США много лет криком кричала про кооператив «Озеро», что он путинский и т.д. и т.п. Посмотрю, думаю, пойду, что это такое кооператив «Озеро». И вот он, голубчик, есть на месте потребительский кооператив. Потребительский кооператив на основе пайщиков. Путин ВВ-учредитель. В настоящий момент вышел из учредителей. Вроде все нормально. А теперь фокус-покус! Еще раз, внимание, первое. Путин объявил плебисцит. Римское право. Слово режет по ушам. Привлечение внимания. Раз. Назначил всенародное голосование, на котором нет порога явки. Это значит, может одна Элла Панфилова проголосовать и прокатит два. Назначил дату 22 апреля 2020. Вроде как годовщина дня рождения Ленина, как, казалось бы, провокация коммунистам. Но посмотрите на дату внимательно. 22.04.2020. Вывернуть может так, как никто и не подумает, и никогда не догадается. Обнулил сроки правления президентства через советские символы космонавтики Терешкову. Кинул ее на амбразуру, как карьеристку при любой власти. А мог бы и не кидать. Был бы же Флеонов. Ему бы предложили эту роль. 5. Теперь посмотрим на кооператив «Озеро». Вернее, на название «Озеро». Это «Озеро». Это «О» и «Зеро». Ноль и «Зеро». «Зеро» тоже ноль. Вот вам и обнуление нулей. Два срока обнуления. «Озеро» два нуля. Ноль и «Зеро». Два нуля. Шестое. Теперь посмотрим, что такое «Зеро» и с чем его едят. А также, что такое двойное «Зеро». Потому что «Озеро» – это двойное «Зеро». «Зеро» – справка. Специфика понятия «Рассматривать», что такое «Зеро» в широкой практике, нужно, начиная с истоков происхождения и основного смыслового значения. Само по себе «Зеро» – это, по сути, ноль, так как оно выражает отсутствие цифрового эквивалента. Широкую известность понятия получила с изобретением и развитием игры в рулетку. В переводе с различных языков слово обозначает «Зеро», «Ноль», «Ничто». С итальянского «Ничто», «Ноль», «Ничто», «Нулевой», «Ноль» и так далее. То есть отсутствие цифрового эквивалента. Еще в системе координат – это точка, с которой все начинается. И точка равновесия. Великое «Ничто». Остановка внутреннего диалога в системе магов-талтеков. Восьмое «Джокер». Справка «Джокер» может играть любую карту из колоды. Девятое. В колоде «Карта Шута» или «Карта Дурака» означает начало нового цикла. Все отбрасывает и идет вперед налегке. Десятое. Ну и скажите теперь, что Путин не «Джокер». Одиннадцатое. А что делать нам? Мы в карте Шута находимся или в роли Буратино? Психологическое значение «Аркана Шута» – «Карта Дурака». Мы все дураки. Нас обманули в 1991 году как детей. И записали в недееспособные, в паспорта РФ. Значит, для нас, как общество, которое отдало свою лучшую страну в мире без боя, за фантики и жвачку – это самая подходящая карта. Но сейчас у нас уникальная возможность, которую запустил Джокер. Начинаем с нуля и с восьмерки бесконечности одновременно. С начала отсчета оси координат. С равновесия. С карты старшего Аркана Таро Дурака. Номер карты Аркана Таро Дурака – 22. Еще есть 21 и 0. Число 0 – это 0. А число 21 – это очко и тоже 0. Вам понятно, почему выбрана дата 22 и карта Шута? Психологическое значение Аркана Шут – «Дурак». Я же психолог. Вот я вам и дам психологический расклад карты, никакой иной. Начало нового цикла. Именно сегодня, первый день твоей новой жизни, ты, наконец, можешь выбрать направление своего развития, идти туда, куда глаза глядят, и делать все, что тебе заблагорассудится. Не отказывайся от этой возможности, двигайся вперед, даже если ты не знаешь, что тебя ждет. Чем это все закончится, будешь думать потом. Не оглядывайся назад, забудь о прошлом и с легким сердцем смотри в будущее. Неизвестность не так страшна, особенно по сравнению с тем, что нам хорошо известно. Но так нас мучает. Смело иди вперед и не бойся упасть в пропасть. Шут, независимо от обстоятельств, всегда весел, поэтому и ты не принимай все так близко к сердцу. Учись смеяться над собой, развивая чувство юмора, и ты поймешь, что жизнь во многом игра, а ты послан на землю не в наказание, а чтобы совершенствовать себя и радоваться всему, что может тебе встретиться. А теперь я готова ловить свежие узбекские помидоры в свою корзину. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ничего не бойтесь. Всех вам благ. С вами была Галина Конышева.